Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 12, урок 2. Наша задача нарисовать узор в тетради и продолжить рисунок до конца строки. Чтобы это сделать, нужно внимательно рассмотреть, как начинается наш рисунок. Итак, рисунок начинается с желтого круга, который находится в центре клетки. Затем 2 крестика, которые находятся в следующем столбце на одну клетку выше, а второй крестик в 2 прямые линии по диагонали на одну клетку ниже. Крестики зеленого цвета. Рассмотрим следующий столбец. Крестик красного цвета. Рассмотрим четвертый столбец. Начинается он с крестика синего цвета. Затем крестик красного цвета и круг в центре клетки желтого цвета. А затем в зеркальном отражении. Опять красный крестик и синий крестик. Следующий столбец. Это красный крест. А затем два зеленых, которые находятся выше и ниже, чем желтый круг. Дальше узор повторяется. Придумаем свой узор из цветных крестиков. Нарисуем 3 крестика фиолетового цвета. В шахматном порядке со сдвигом на одну клетку влево нарисуем зеленый крест. Затем круг в центре красного цвета. И опять зеленый крестик. Следующая строка будет такова. Желтый круг, фиолетовый крестик, зеленый крестик, красный круг, фиолетовый крест и желтый круг. следующая строка опять зеленый крестик круг в центре красного цвета зеленый крестик и заканчивается наш узор тремя фиолетовыми крестиками промежуточный элемент это желтый кружок а затем узор повторяется он представлен в виде квадрата из фиолетовых и зеленых крестиков и желтых и красных кружков возникли вопросы оставьте комментарии под видео